Всем привет! Вы смотрите кофейный блог. Недавно я делал обзор кофемолки изи пресса K-Pro, но появилась версия K-Max, и поговорю, что это первое видео, которое снято, это мой стрим, где она появилась. На самом деле, она у производителя есть в документах, так сказать, на сайте еще нет, но вот она существует. В чем прикол, это та же K-Pro, но у нее есть магнитный контейнер, это практически K-Plus. K-Plus это еще выше, потому что там есть специальная штучка, чтобы поставить контейнер с молотым кофе в портофильтр, холдер для эспрессо, поднять эту штучку, и кофе аккуратненько рассыпется без комочков в портофильтр. Здесь же более упрощенная версия K-Max, просто на магнитах контейнер, и, по моему мнению, это очень удобно. Какие же отличия есть? Первое отличие это на ручке есть крышка с фаской, и она уже матовая, то есть она непрозрачная. Выглядит она получше, как по мне, но в принципе K-Pro есть разные цвета, но, насколько я знаю, у нас в Украине пока что только один цвет, серебристый, который я обозревал. Делал обзор. И по цветам мне это нравится больше, она похожа на J-Max, но при этом, в отличие от J-Max, это K-Max, J-Max более широкая и несбалансированная. А здесь у нас все прелести K-Pro, но только с магнитным контейнером. Помимо того, что здесь другая крышка, в принципе, все остальное одинаковое по технической части в плане жерновов, и количество настроек, и удобство настроек. Единственное, здесь не настолько видно красную точечку, но, в принципе, ориентироваться так же комфортно. За счет того, что в кофемолке есть магнитный контейнер, она не стала шире, и это очень круто, потому что J-Max широкая. Да, это устойчивее, но она широкая. А здесь сохраняется эргономика узкой кофемолки. То есть, в этом для меня лично большой плюс. При этом контейнер у вас не спадет при измельчении, потому что он просто рукой, вы его при измельчении не касаетесь вообще никак. Даже с моей большой рукой, широкой, конечно же, в этом решении расширения снизу есть небольшой минус для моей руки конкретной, потому что она широкая, большая. В общем, уже на расширение попадает ладонь. Но я смогу с этим жить, потому что все равно основной у меня хват здесь, и здесь он такой незначительный. Еще одно нововведение, которое я заметил, это на контейнере есть резиновая такая прослойка, которая позволяет не шуметь кофемолкой, не поцарапать стол. И вот так вот у вас тихо она будет ставиться на стол, то есть не нужно там супер аккуратно ее ставить. Она все равно будет тихой. Это круто. И отличие существенное от версии Кейпро, здесь вот этот вот отек сложнее чистить. То есть щеточкой придется вычищать. У версии Кейпро все более так ровно, и можно, в принципе, вот этой кисточкой легко все делать. Здесь придется сначала этой вычищать по кругу, и потом этой опять же вычищать. То есть нет такого смакивающего движения, которое сработает. Единственное отличие, которое менее эргономичное, можно сказать, в версии Кеймакс по сравнению с Кейпро. А, ну еще один момент. Здесь контейнер идет от 35 до 40 грамм кофе, в отличие от 30 до 35 у версии Кейпро. То есть для тех, кто за один раз хочет измельчать до 40 грамм кофе, в принципе, это альтернатива команданта, потому что здесь тоже 40 грамм. Но обновление по обзору Кейпро и информацию по Кеймаксу, когда я делал стрим при проверке кофемолок при сравнении их, я обнаружил, что зернышки в контейнере могут застрять. Их придется чем-то там ручкой или еще чем-нибудь палочкой какой-то ударить немножечко, чтобы они провалились дальше. Потому что из-за того, что она не широкая, два зерна могут каким-то образом застрять. У меня как-то это получилось один раз, но все-таки получилось. Об этом стоит сказать, об этом стоит знать. Но зато у вас очень удобный хват, очень эргономичный. Кстати, за счет того, что она шире, она не становится более устойчивой, чем Кейпро, потому что у нее есть вот это резиновое основание. За счет этого она не настолько широкая, как казалось бы. Поэтому по устойчивости такая же, по всем параметрам такая же, кроме магнитного контейнера объема. В принципе, все, что вам нужно знать. Ну и вот эта штучка, которую чуть-чуть сложнее чистить. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пишите в комментариях, что вам еще хотелось бы увидеть. И помните, что сейчас будет обзор, сравнение всех кофемолок изи-пресса, которые у меня было возможно взять.